Библейский портал экзегет.ру представляет 110-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, предыдущий 109-й был такой очень сложный, а 110-й, чтобы мы отдохнули. Здесь никаких загадок экзегетических нет, он простой, радостный. У него есть одно заголовье «Аллилуйя», «Аллилуйя» — это «Хвалите Господа» на древнееврейском языке, но обычно не переводится, уже вошло во все практические языки. «Славлю Господа всем сердцем в собрании праведных и среди общины. Велики дела, сделанные Господом, о них размышляют все, кто любит их. Дела его, величие и красота, его праведность пребывает вовек. Чудеса его не изгладятся в памяти, милостив и щедр Господь. Пищу дает тем, кто трепещет перед ним, вечно помнит он договор свой. Мощь свою он явил народу своему, дав ему овладеть страной язычников. Правосудие и истина, дела рук его, все повеления его нерушимы, утверждены во веки веков, в их основании истина и правда. Он послал избавление народу своему, велел вечно блюсти договор с ним. Свято и страшно имя его. Начало мудрости — страх пред Господом. Верный разум у того, кто заповеди исполняет. Хвала Господу будет вечной». Такой философский псалом похож, кстати, на книгу притчи, например, «Начало мудрости, страх пред Господом». Это прямо оттуда строка, да? Или, может быть, это такое изречение, которое в Библии несколько раз встречается, потому что его уже люди знали. И здесь все очень понятно. Вот даже в предыдущем псалме столько было загадок, и нужно было все комментировать. А здесь как бы и комментировать-то нечего. «Славлю Господа всем сердцем, велики дела, сделанные Господом». Ну, все понятно и хорошо. «Чудеса его не изгладятся в памяти. Пищу дают тем, кто трепещет перед ним. Мощь явил народу своему. Правосудие истины, дела рук его утверждены во веки веков». Ну и зачем, собственно, об этом напоминать? Вот это псалом, который звучит как, ну, такой гимн Израиля. Не единственный этот, но этот тоже. Во-первых, нужно помнить о том, какой Господь. Но, смотрите, псалмопеец не описывает его как Творца мира, как, допустим, некоторую высшую силу. Он описывает его как того, кто действует здесь и сейчас. Чудеса его. Пища, мощь, правосудие, истина. Да, вот, он послал избавление народу своему. То есть, что мы знаем о Боге? По сути дела, только одно. Мы знаем, что он делает для нас. Все остальное можем догадываться, придумывать. Об этом часто спорят богословы. И в этом изрядная доля такого, знаете, фантазийного фанатизма. Да, когда человек твердо уверен, что вот он Бога уже точно представил себе, нарисовал его принципиальную схему и знает, как им пользоваться. Да, на самом деле, конечно, нет. А вот что мы знаем? Вот его дела, чудеса, то, что мы получаем, пища. Ну, казалось бы, пищу дают тем, кто трепещит перед ним. Кусок хлеба – это что? Повод говорить о Боге? Да, повод. Мы не видим в этом куске хлеба Бога, но мы видим в нем руку Божию, которая нам его дает. Мощь явил народа своему, дав овладеть страной язычников. Вот израильтяне живут в Ханаане. Вот это и есть действие Бога. Правосудие истинно – дела рук его. Вновь и вновь вот эти слова будут звучать, что искажение суда – это вещь несовместимая с Богом. Вот, ну, не бывает. Люди часто думают, что да, а на самом деле нет. И одновременно, что это не его каприз минутный, а что так и должно быть. Все повеления его нерушимы утверждены во веки веков. Он послал избавление народа своему, велел вечно блюсти договор с ним. Мы находимся с ним в отношениях договора, и мы должны его вечно соблюдать. И тогда мы все это получаем. Вновь и вновь просто об этом напоминается. И в конце, как такой вывод, как такой девиз, который можно написать на гербе или там на щите рыцарю. Конечно, рыцарей тогда еще не было. Начало мудрости – страх пред Господом. А вот здесь почему страх? И как бы пояснение этого верный разума того, кто заповеди исполняет. То есть мудрость – это верный разум, а страх – это исполнение заповедей. Это не ужас перед каким-то, я не знаю, там, крокодилом бешеным, который на тебя набросился и сейчас сожрет, да? Это страх перед чем-то высшим, требовательным, но одновременно и милосердным. Это страх перед, собственно, тем, чтобы выйти из этого договора. Это, ну, я не знаю, какой-то пилот-истребитель, который боится сделать неверное движение, но не потому, что ему страшно, у него руки трясутся, да? Потому что он твердо осознает эту опасность, как вот малейшее неправильное действие приведет его немедленно к катастрофе. Может быть, не только его, но и тех, кто зависит от него, тех, кто там вместе с ним в этой кабине самолета, или тех, кто надеется на то, что он сделает то, что он должен сделать, да? И вот страх Господний – это, мне кажется, вот такой страх пилота-истребителя перед неверным виражом, перед неточным движением. Не то, чтобы он боится, он одновременно наслаждается этим полетом. Не знаю, я не управлял истребителем, но знаю людей, которые управляли, они рассказывали, это для них, конечно, огромная радость, да, вот быть этой птицей в небе, и одновременно огромная ответственность за то, что вот ты делаешь, да? Вот, а как это будет проявляться? Ну, в общих чертах сказано в этом псалме раньше, что Господь помнит свой договор, помни его и ты, он дает себе пищу, благодари его за это, правосудие истины, дела рук его, значит, и ты твори правосудие, утверждая истину. Он послал избавление народа своему, будь этим народом, да, вот инструкция по пользованию Богом, которую сочиняют некоторые богословы, она звучит довольно неубедительно. А вот поэтический гимн, где говорится о действии этого Бога и напоминается о том, что нужно быть в этом договоре, нужно испытывать этот страх, который не парализует, а наоборот, придает точности твоим действиям, придает осознанности твоему поведению, вот это и есть то, о чем говорит этот псалом. Ну, а 111-й, как у нас нередко бывает, немножко подробнее обсудят отдельные моменты того, как надо себя вести в этом договоре.